Материнская любовь абсолютно уникальная и безусловная. Она всепрощающая, принимающая целиком и полностью. Кажется, это аксиома, что любовь к своему ребенку заложена в каждой женщине с самой природой. Однако это далеко не так. В реальной жизни нередко встречаются и те, кто своим поведением опровергает это утверждение. Ежедневно по всему миру женщины обращаются к психологам со следующим запросом. Не проснулся материнский инстинкт. Что делать? У героини сегодняшней истории после родов материнское чувство не проснулось тоже. Однако, в отличие от большинства других женщин, она не спешила никуда обращаться и разбираться в проблеме. Вместо этого она решила пойти более простым путем. Убить малыша. При этом его смерть предполагала быть долгой и мучительной, если бы рядом не оказалась ангела-хранителя. Осенью 2020 года домой к Юле Языковой пришли ее коллеги. Женщины весело проводили время и выпивали. Однако время от времени их задушевные беседы обрывали откуда-то доносящиеся странные звуки, чем-то похожие на детский плач. Юля проживала с двумя детьми. Тринадцатилетним сыном и четырехлетней дочерью. Супруг с ними не проживал. Некоторое время назад он оставил жену с детьми и ушел к другой. Еще полгода назад Юля ждала третьего ребенка, однако уже совсем скоро после родов вышла на работу, сообщив коллегам и руководству печальную новость о том, что малыш родился мертвым. Странно, если в семье нет маленького ребенка, то чей же это плач, так отчетливо слышен в квартире. Все попытки подруг пройтись по комнатам и прислушаться повнимательнее, хозяйка пресекала, объясняв им, что делать этого не стоит, поскольку ребенок плачет где-то у соседей. Под самым большим запретом находилась спальня Юли. Туда она не пускала никого, буквально преграждая с собой путь, и не на шутку злилась, если кто-то все же старался туда проникнуть. Так и не добившись правды, гости продолжили застолье. Непонятные звуки спустя какое-то время стихли, однако как только Юля вышла на балкон покурить, женщины вновь услышали где-то совсем рядом непрекращающийся детский плач. Несмотря на то, что хозяйка квартиры категорически запретила им заходить к ней в комнату, они все же решили это сделать, поскольку складывалось ощущение, что плач младенца исходит именно оттуда. В комнате не оказалось никого. Впрочем, это было неудивительно и ожидаемо. Подруги решили, что действительно, ребенок плачет где-то у соседей, и это не их дело. Однако, как только они собирались покинуть комнату и вновь вернуться за накрытый стол, вдруг где-то возле стены в стороне шкафа услышали звуки, похожие на шуршание. Открыв шкаф в комнате Юлии Языковой, ее подруги не поверили собственным глазам. В спортивной сумке на полке среди одежды лежал истощенный ребенок, сквозь кожу которого просвечивались тоненькие детские жилки и косточки. Незамедлительно женщинами были вызваны скорая помощь и полиция. Пока службы спасения добирались по указанному адресу, шокированные от увиденного ужаса женщины записали на мобильный телефон видео, в котором в том числе обращались и к супругу Юлии Языковой, дочь которого и была ими найдена. Уже совсем скоро этот видеоролик стал буквально вирусным, и о найденном шкафу ребенке знал не только город, но и вся страна. Андрюшенька, это для тебя, это твоя дочь, вторая, которая прятала в шкафу. Малышку в критическом состоянии незамедлительно на вертолете доставили в больницу Екатеринбурга. В свои 6 месяцев она весила, как новорожденный ребенок. Всего 3 килограмма и 100 граммов. Хотя к этому возрасту ее вес уже должен был составлять 8-8,5 килограмм. Лишение ребенка пищи и воды привело к развитию у девочки нарушений функций жизненно важных органов и систем организма. К развитию белково-энергетической недостаточности тяжелой степени, дефициту массы тела, задержке физического развития и иным неблагоприятным последствиям. Смерть малышки не наступила лишь по той причине, что девочка вовремя была обнаружена знакомыми горе матери и передана правоохранительным органам. Страшно представить, что стало бы с ребенком, если бы коллеги Юлии Зыковой просто вышли бы в тот день из ее комнаты и не догадались заглянуть в шкаф. В больнице девочка некоторое время пробыла в реанимации, где ее кормили только посредством капельниц. Благодаря уходу и заботе врачей за 2 недели она набрала 200 граммов. Спустя время ребенка перевели в педиатрию. Уже там она стала самостоятельно кушать специальную смесь. Для круглосуточного присмотра за ребенком в больницу была приглашена няня-сиделка. Все расходы на оплату няни и покупку смесей для малышки взял на себя основатель русской медной компании Игорь Алтушкин. Когда я пришла в больницу и увидела эту девочку, я посмотрела на нее. Я посмотрела на нее, она лежит. И знаете, что меня больше всего поразило в ней? Большие и огромные глаза. Взгляд умного человека. Изначально Юлии Языковой предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство малолетнего», но позже состав уголовного дела переквалифицировали по менее суровым статьям. Истязание, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Идти на сделку со следствием женщина не хотела. Удалось лишь выяснить, что на учет по беременности в женскую консультацию она не вставала и никому из своего близкого окружения о том, что беременна, не говорила. А чтобы тайна не вскрылась, старалась ни с кем из близких и знакомых не контактировать. О беременности Зыковой знали лишь ее коллеги и несколько знакомых. В конце апреля 2020 года женщина втайне от всех родила ребенка в ванной комнате, в своей квартире. Старшие дети Юлии в это время находились в садике и школе. Она сама ножницами перерезала пуповину и обработала ее зеленкой. После чего поместила малышку в шкаф и давала ребенку только воду, выжидая, когда девочка умрет. Затем, как ни в чем не бывало, Юлия Зыкова вернулась обратно на работу, сообщив всем, что во время родов ребенок умер. С 29 апреля по 7 октября 2020 года женщина систематически оставляла новорожденную в жилом помещении без присмотра взрослых и надлежащего ухода, без питания и воды. Помещала беспомощного младенца в спортивную сумку и запирала шкаф, где ребенок подвергался опасности перегревания, гипоксии, асфиксии, травмирования от падения посторонних предметов. Малышку ждала неминуемая смерть, если бы не ее старший братик Матвей. Позже будет установлено, что на вопросы сына о появлении ребенка в их квартире, Зыкова врала ему и говорила, что ее попросила посидеть с ним знакомая. А когда прошло какое-то время, она объяснила сыну, что эта женщина якобы перестала выходить с ней на связь и забирать ребенка пока не будет. При этом она просила Матвея никому об этой истории и о том, что у них дома живет малыш, не рассказывать. Своей же младшей дочери Юля сказала о том, что у них дома живет кукла. Позже, во время следственных мероприятий, будет установлено, что в детском саду девочка рассказывала детям и воспитателям о том, что у них дома есть живая кукла и ее зовут Полина. Однако взрослые, как это часто бывает, сочли ее рассказы за бурную детскую фантазию и особенного значения ее словам не придавали. К сожалению, детская сказка оказалась былью. В начале видеоролика я говорила о том, что маленькую малышку из шкафа неминуемо ждала голодная смерть, если бы рядом не оказалась ангела-хранителя. Как позже выяснится, старший братик, тайком от матери, кормил малышку смесью и молоком из шприца, давал ей водичку и изредка менял памперс. Давайте сейчас я всех попрошу соблюдать максимальную деликатность, потому что в эту студию я хочу пригласить Андрея, вашего сына, которого вы так хотели увидеть. Матвей Зыков в нашей студии. Матвей, добрый вечер. Матвей, привет, присаживайся, пожалуйста. Пожалуйста, скажи, ты хоть еще довольно юный молодой человек, тебе 12, но ты совершил поступок, который достоин взрослого героя, я бы сказал. Ты спас свою сестренку. Ты вообще понимал, что это твоя сестра? А что тебе мама про нее говорила? Она сказала, что попросили посидеть. То, что ее попросили посидеть. Потом она сказала то, что кто попросил, она не уходит на связи. Я думала, ну ладно. А чем ты Полину кормил? С месью и иногда молоком. Ты успел привязаться к Полине, полюбить ее? Ну да. Ты никому не рассказывала о Полине? Нет. Мама просила молчать? Да. Матвей, а сколько раз в день ты подкармливал? Да, сколько раз в день покормили ребенка? Раз в три-четыре. Три-четыре. А до этого, вот как вы говорите, что сильно очень похудела девочка, это чаще было? Да. Матвей, я вот хотел вам сказать спасибо вам огромное, чисто по-человечески. Вы настоящий мужчина. Вы настоящий будущий хороший отец. Дай бог вам здоровья. Так держать. Матвей, спасибо тебе, что я нашел силы прийти к нам. И главное, спасибо за то, что ты спас сестренку. Возвращайся за кулисы. Спасибо тебе огромное. Все знакомые и близкие Юли недоумевали, как вообще такое могло произойти. Они характеризовали женщину, как очень хорошую и заботливую мать. В замешательстве находились и органы правопорядка. Семья Зыковых на учете нигде не состояла. В детском саду и школе, которые посещали старшие дети Юлии, о семье также отзывались положительно. Дети выглядели всегда ухоженными и опрятными. Хорошо учились. Перед следователями стояла колоссальная работа, а именно выяснить, что же могло послужить тому, что своего третьего ребенка мать решила убить таким чудовищным способом. И в первую очередь, женщину отправлено судебно-психиатрическую экспертизу. По поводу ее старших детей было принято решение определить их в реабилитационный центр. Однако Матвей, да и его сестричка, были очень привязаны к бабушке и дедушке, родителям своей матери. Поэтому, чтобы еще больше не травмировать детскую психику, решение было пересмотрено. И детей передали на воспитание родственникам. По результатам судебно-психиатрической экспертизы, Юлия Зыкова была признана полностью вменяемой. А значит, она ясно понимала, что делает. И осознавала все последствия, которым ее действия могли привести. Подозреваемая в настоящее время не может дать внятных объяснений, почему столь жестоко поступила собственной новорожденной дочерью. Среди наиболее приоритетных версий произошедшего, у следствия были две. Послеротовая депрессия у матери и шок после ухода мужа. В середине октября 2020 года на Первом канале вышла передача «На самом деле», в рамках которой обсуждалась печальная и к этому времени уже широко известная история малышки из шкафа. На передачу из близкого окружения Юлии Зыковой приехали ее родители, сын и супруг, а также несколько знакомых. Все они в один голос заявили о том, что о беременности Юли впервые узнали лишь из новостей, поскольку она тщательно это скрывала. Мать и отец женщины рассказали, что дочь в последнее время стала очень скрытной, в гости не звала и не приходила, встреч избегала. Изредка, когда они привозили ей и внукам овощи и закатки, Юля выходила забирать продукты на улицу и при этом всегда была одета в скрывающие фигуру вещи. Мать Юлии также призналась, что дочь никогда не отличалась излишней худобой, поэтому заметить, что она находится в положении, было не так-то просто. Когда в студии показывали фотографии и видео маленькой Полины, бабушка не могла сдержать слез. Она определенно чувствовала и свою вину в случившемся. В какой-то момент, вероятно в свое оправдание, женщина призналась, что и для нее самой этот год стал непростым, все навалилось в один момент. Сначала операция у мужа, затем у сына. Она не стала отрицать, что возможно всего этого ужаса можно было бы избежать, если бы вовремя заметила, что с дочерью творится что-то неладное, и протянула ей руку помощи. Наталья, вы действительно не знали, что ваша дочь беременна? Нет, не знала. А как такое возможно? Это же ваша дочь. Вы живете в одном городе, не так далеко. Во-первых, у меня очень большие проблемы были в этом году. Операция у сына, операция у мужа. В это время как раз все это происходило. Я вообще ничего не знала. Вообще не в курсе мы были. Подождите, но вы за это время видели хоть раз дочь? Ну, виделись вы тоже так, знаете, все. Мы подъезжали, там привозили какие-то продукты или что. Вышла, она забрала. Но она всегда была ведь такая вот, как говорят... Подождите, вы ее видели только на улице или видели в помещении? В помещении не видела. Только на улице? Она была всегда в одежде? Она всегда была, да, в одежде. Как бы там ни было, в этой истории было очень много странностей. Как, например, то, что в отличие от самой Юли, ее дети у бабушки и дедушки дома бывали. Неужели ни разу никто из них не обмолвился о том, что у них дома проживает маленькая девочка? Об этом история умалчивает. Вы общались с вашим внуком, с Матвеем, на протяжении этого времени? С внуком-то у вас лучшее отношение, чем с дочкой, как я понимаю? И внук не ходил к нам. И я вас сейчас спрошу, смотрите перед собой. Можно ли говорить, что в это время ваш внук Матвей был у вас? У нас он практически не был. Либо да, либо нет. Вы говорите, что не был. Не был? Ответ нет, ложь. Ложь. Что касается супруга Юлии Зыковой, то в рамках программы было установлено, что в браке они состоялись 2007 года. Однако жили очень плохо, часто ссорились и скандалили. Нередко Андрей поднимал на Юлю руку, за что даже привлекался к уголовной ответственности. Однако женщина его любила и прощала. Прощала даже тогда, когда он оставлял семью и уходил к разным женщинам. В 2019-м, после 12 лет брака, он ушел насовсем. При этом официального развода между супругами не было. Юля очень сильно переживала уход мужа из семьи. Одна из ее знакомых во время передачи рассказала, что когда спустя какое-то время после ухода Андрея встретила Юлю на улице, то даже не сразу ее узнала, поскольку она очень сильно похудела и выглядела не очень хорошо. Мать Юлии Языковой рассказала в студии, что незадолго до того, как дочь практически перестала с ними общаться, она сделала шокирующее признание. Так, однажды женщина рассказала матери, что на днях к ней заходил Андрей. Он сильно ее избил и изнасиловал. Вскоре после этого эпизода, мужчина, если его можно так назвать, выложил в социальную сеть со своей новой пассией общее счастливое фото. Вероятно, чтобы окончательно этим Юлю добить. И, видимо, у него это действительно получилось. Спустя какое-то время женщина узнала о том, что беременна. Полина не была запланированным и желанным ребенком, а появилась в результате изнасилования и унижения, что впоследствии и стало причиной ненависти к ней. Несмотря на то, что Андрей пытался убедить всех в том, что рождение дочери он не знал, полиграф обмануть ему не удалось. Было установлено, что отец маленькой Полины был единственным, кто знал о происходящем. Однако не предпринимал никаких попыток, чтобы малышку спасти. Впрочем, несколько раз за время беседы он все-таки прокололся. Так стало известно, что Зыков примерно раз пять все же видел маленькую Полину, когда приходил домой к Юлии, чтобы навестить своего сына. Здесь хочу отметить, что Андрей Зыков не является биологическим отцом средней дочери Юлии, а приходится таковым лишь Матвею и Полине. Однако он уверял публику, что во время его визита в квартире не было ничего странного и девочка выглядела вполне нормально. Полиграф и в этот раз показал, что мужчина врет. А теперь вопрос, Андрей. Когда последний раз вы видели Полину? Ну, как устроился на работу, заходил к детям. Какой возраст был у Полины? Понятия не имел, даже не знал про нее. Секунду. Я спрашиваю, когда вы последний раз видели Полину? Какой возраст? Я не интересовался. Сидела сестра. Выглядела на какой возраст? Ну, сколько. Маленькая была, ну, сколько? Может, месяца два. Месяц? Два. Андрей, посмотрите на фотографию справа, Андрей. На фотографию справа посмотрите. Я понимаю. У вас слезы не наворачиваются на глазах. Андрей, не наворачиваются. Андрей, а теперь, секунду, я возвращаюсь к вашим предварительным показаниям, где вы утверждаете, что видели Полину. В хорошем состоянии. Пять раз. Секунду. Дослушайте мой вопрос. Пять раз. Последний пятый датирован, по вашим словам, августом 20-го года. И вы утверждаете, что ребенок был в хорошем состоянии. Андрей, это ваш ребенок. Ваш ребенок. Посмотрите направо, пожалуйста. Вся страна на вас сейчас смотрит. Неужели вы бездушный, бессердечный? Я бездушный человек. Есть на это ДНК. Почему она скрывала это? Вопрос. Что скрывала? Андрей, вы приходили и видели эту девочку. Я видел. До судебного заседания Юлия Зыкова находилась на свободе. Из ограничений ей лишь запретили пользоваться интернетом, общаться со свидетелями и покидать квартиру ночью. На время следствия Зыкову ограничили в родительских правах Наполину. Находясь на свободе, Юлия дважды пыталась добиться запрета определения дочери в другую семью. У нее также были требования к управлению социальной политики номер 24 по Кировскому району города Екатеринбурга о приостановлении устройства несовершеннолетней. Во время одного из допросов женщина призналась, что раскаивается в содеянном и хочет вернуть всех детей обратно в семью, в том числе и полугодовалую малышку. Вы хотите, чтобы дочка, может, с вами жила? Конечно, хочу. Вы жалеете о том, что произошло? Конечно. Следствие по этому громкому делу продолжалось больше года. После того, как в больнице маленькой Полине была оказана помощь и ее состояние значительно улучшилось, малышка на 9 месяцев была отправлена в Екатеринбургский дом малютки. Там она смогла набрать нужный вес и начала общаться с другими детишками. Спустя 9 месяцев маленькая Полина была передана на попечение бабушке и дедушке, у которых к этому времени уже находились ее старший братик и сестричка. При этом желающих принять ребенка в семью было предостаточно. В начале 2022 года Андрея Зыкова хотели вызвать в суд как свидетеля. В тот момент он уехал в другой регион на заработки, но никаких показаний дать уже не смог. Его тело нашли спустя несколько месяцев розысков. Причина смерти осталась неизвестной. Позже в одном из интервью мать Юлии Зыковой скажет, что когда узнала о смерти Андрея, ей стало по-человечески жаль его и его родителей. Женщина была уверена, что все ошибки можно осознать и исправить, если человек жив, после чего заявила, что поможет дочери исправить все ее ошибки и искренне верит, что вместе у них это сделать получится. 31 марта 2022 года над Юлией Зыковой состоялся суд. По самой суровой из инкриминируемых подсудимой статей она могла получить всего 7 лет лишения свободы. Тем не менее, государственный обвинитель запросил для Юлии всего 6 лет колонии. В итоге Карпинский областной суд назначил ей 5 лет колонии общего режима со срочкой на 9 лет. В колонию Юлия Зыкова попадет лишь в июне 2031 года, когда ее средней дочери, той самой малышке, которая в детском саду рассказывала о том, что у них дома есть живая кукла, исполнится 14 лет. Кроме того, обвиняемая должна выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей. Все судебное заседание Юлия Зыкова просидела спиной к залу и давать какие-либо комментарии журналистам отказывалась. До оформления опеки имени у найденной в шкафу малышки не было. Старшая сестричка называла ее Полиной. Когда бабушка Наталья Дмитриевна оформила опеку над внучкой, ей дали имя Варвара. В одном из последних интервью женщина попросила больше не называть ее внучку девочкой из шкафа. Она не девочка из шкафа, а наша любимая Варечка. Растет, радует нас, и у нее все хорошо. Женщина также поделилась тем, что ее дочь полностью раскаялась в содеянном и очень полюбила свою крошку. Варя от нее не отходит, только и слышим от нее «Мама, мама». Варя очень любит брата с сестрой. Все знакомые, друзья, соседи нас поддерживают, говорят ободряющие слова. У нас небольшой город, все друг друга знают, но никаких косых взглядов, негатива нет. В завершение интервью Наталья Дмитриевна поблагодарила всех тех, кто спас их внучку и участвовал в ее судьбе. Здесь хочется отметить, что пока шло следствие и судебное разбирательство, Юлию Зыкову родительских прав не лишали. Будет ли опека подавать в суд на лишение, информации об этом мне найти не удалось. По последним сведениям, Юлия имеет полное право на общение со своим младшим ребенком, который проживает у ее родителей вместе со старшими детьми. Сергей Тетерин, юрист из Екатеринбурга, назвал приговор Юлии Зыковой своего рода амнистией, только отсроченной. Он рассказал, что назначая такое наказание, суд дает человеку своего рода шанс, то есть по достижению средним ребенком Юлии 14-летнего возраста суд может заменить приговор более мягким видом наказания, которым может быть, допустим, колония поселения. И то такое наказание могут назначить лишь при условии какого-либо проступка. В остальных случаях, если осужденный все это время вел себя безупречно и законопослушно, его от наказания и вовсе могут освободить. За свою еще такую коротенькую жизнь маленькая Варечка пережила слишком много плохого. В апреле 2024 года малышке исполнится 4 годика. Бабушка и дедушка девочки обещали, что сделают все, чтобы у их внучки, несмотря на неблагополучное начало жизни, дальше все сложилось хорошо и ее детство было счастливым. Даст Бог, так оно и будет.